В самом начале сезона, в конце августа-начале сентября, охотиться можно либо на утку, либо на перепела, либо, как вот сейчас мы пошли, охотиться на голубя. Подсолнух уже хороший, спелый и есть все шансы добыть горлиц или даже вехерей, если встать, например, вечером и поджидать голубя на кормежке. Так мы и поступили с одним из моих подписчиков, Сергеем, и выехали во второй половине дня, в охотничий день, на Подсолнух. Там, где мы приметили, летел обычно вехерь, голубя на кормежке. На этой охоте мы решили еще использовать полукорпусные чучела вехерей, и я зашел в Подсолнух, чтобы расставить их по всем правилам, то есть носиками к ветру. Двух голубей я поместил сверху на Подсолнухе, они выполняли роль сторожей, а остальных разместил на земле, так как в это время, в этот период вехерь, да и горлица, кормятся не только на самих шляпках, но и на земле подбирая упавшие семечки. Маскировка в охоте на голубя играет очень важную роль и является залогом успеха. Если голубь не заметил охотника, есть все шансы, что он подлетит как можно ближе на расстояние нормального прицельного выстрела. После расстановки чучел я достал маскировочную сеть китайскую, обзор которой я уже делал в одном из своих роликов совсем недавно и полностью замаскировал свою позицию, развесив сетку на дереве вертикально. Этого вполне хватило, чтобы скрывать меня от голубиных глаз. И в то же время у меня оставался нормальный обзор. К сожалению, лета как такового не было, но моему напарнику удалось таки сбить одного вяхеря, который упал на дерево и там уже застрял. Пришлось доставать. Но на то она и охота, что на ней. Бывают и такие приключения. Вот этого только интереснее. А, вижу. Ну, лезть надо. Давай, я буду лезть. А, нет, давай, Зай. Ну-ка, лезть придется. Лезть придется. Ну, я не собью. Не, его он был. Бачишь, главное, что да был. На развилке упал. Давай. Ты усяш перья, бачишь? А я же потенку лежу. Ну, не дурак же, я думаю. Ну, не может быть. Я же в голубя уже 20 метров промахну. Я уже ружье, думаю, продам, если промахну. А, ну, так. Сейчас я свое тоже положу. Да, свежее. Я к нему туда лез. Ну, вот, смотри, я так думаю. Сюда прыг. Лишнее, что может у тебя выпасть из карманов? Ну, ладно, да. Вот, и ногу левую вот тут. Вверх, выше. Да, вот видишь, вот на эту. Ага, она свежая. Андрюха, можно Витя снимать, я тебя увожу. Я снимаю. Ага. Нет, если ты не против, это будет классное кино. О, смотри, а говоришь не знаешь как. Я точно снимаю? Да. Серега, а ты случайно в каких войсках служил? В секретных. Аркан, отойди. Под рангом мы не оставляем никогда. Андрюха, я браслет кину. Есть. Фиш, можно его стручить выйдет? А где он? А вот он, ну вот, ветка как вверх идет, там он... Вот это? Не-не-не, вот это, да. Не-а. Подожди, надо тебе, может, какую-то палку длинную. Чтоб ты его поддел. Да, вешья. А ну-ка, вот попробуй дотянуться. А ты вот обломи одну ветку сухую у тебя рядом. О, давай. Давай. Ну, ценный трофей. Аркангель. Аркан, отойди, отойди. В смысле? Там не только ты стрелял. Не-не-не, я имею ввиду, что есть вот этот, перевязка. Пекай, Аркан. Все сухое. Ага. Вот что страшно. Ну да, так особо. Сильно риск, если я отсюда попробую. Нет, если ты повестишь на руках, то нормально. Главное, вот только чуть-чуть туда возьми в сторону, потому что вот сук торчит. Так, это вроде живо. Аркан, иди сюда. Подожди, взяли, оп. Чуть-чуть туда. Да, да, давай. О. Держи, поздравляю. Такой трофей. Если ты не против, мы это на YouTube зальем, конечно. Да ну давай, конечно. Ну что ж, задача охотника выполнена. Добытая дичь, или, говоря иначе, убитая птица положена в сумку. Ничего не было зря. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Ждите новых выпусков с более интересных в плане стрельбы охот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова